Добрый день! Для считывания электромиограммы с помощью модуля AMG Bitronics требуется собрать следующую схему. Вначале вставим макетную плату два провода. На оранжевой будем подавать напряжение 5 вольт. Черный подключим к земле. Вставим модуль AMG в макетную плату таким образом, чтобы черный провод был соединен со входом модуля, который обозначен знаком минус, а оранжевый со входом, который обозначен знаком плюс. Подключим белый провод к выходу модуля out. Вторые концы проводов подключим к ардуино. Оранжевый провод к линии питания 5 вольт, черный к линии ГНД. Белый провод соединен с аналоговым входом А0. Подключим ардуино к компьютеру с помощью USB кабеля, после чего на плате должен загореться индикаторный светодиод питания ON. Наденем на выводы модуля AMG колодку от проводов. Если вы используете версию модуля AMG с пластиковым регулятором усиления сигнала, то окошки колодки должны быть обращены к плате, так как референсный электрод у такого модуля должен подключаться к выводу реф. У модулей с металлическим регулятором усиления вывод референции расположен по центру, и ориентация колодки роли не играет. Наклеим один электрод для электрокардиограммы на запястье, локоть или другой участок кожи, под которым нет мышц. Пару электродов приклеим на кожу над мышцей или группой мышц, с которых мы хотим считать сигнал. Эти два сигнальных электрода следует наклеивать вдоль роста мышечных волокон внахлёст, чтобы расстояние между их центрами составляло примерно 2,5 см. Подключим две кнопки одинакового цвета к электродам на мышце, а третью к референсному электроду. По окончанию работы кнопки удобно снимать, поддевая их снизу одним пальцем. Загрузим скетч для визуализации сигнала. Откроем визуализатор Bitronics и зайдем в настройки. Выберем скорость передачи, которую мы используем в нашем скетче для визуализации, а также выберем комп-порт, к которому подключена ардуино с модулем AMG. Закроем настройки, нажав кнопку «Применить» и запустим визуализацию. Чем сильнее напряжена мышца, тем больше амплитуда получаемого сигнала. На регистрируемый сигнал могут влиять различные внешние факторы. Помехи от зарядных устройств некоторых ноутбуков могут полностью заглушить сигнал электромиограммы. В таком случае следует перейти в режим работы от батареи, отключив зарядное устройство. Касание модуля электромиограммы тоже может приводить к ухудшению сигнала, так же как и расположенный рядом кабель. Ухудшение контакта электродов с кожей, например из-за их загрязнения, так же ухудшает сигнал. Добавим в нашу схему светодиод, которым будем управлять с помощью модуля AMG. Светодиод имеет две ножки. На короткую ножку следует подавать минус, на длинную плюс. Светодиод подключим последовательно с резистором на 220 Ом, имеющимся в наборе. На короткую ножку светодиода через резистор подадим минус земли. Длинную ножку подключим к третьему цифровому порту. Загрузим новый скетч на Ардуино. При напряжении мышцы увеличивается амплитуда сигнала, получаемого с модуля. При превышении амплитуды и заданного значения зажигается светодиод. На данном этапе завершим это видео. Подробное описание проделанного, а так же скетчи, использованные в данном видео, вы сможете найти на сайте бетроник слаб.